Так отправляется на погрузку сердце тепловоза. Ходовая часть, колесные пары и все то, без чего локомотив точно не тронется с места. А начинается все с этого станка. Он обрабатывает и фрезерует ось, на которую потом и крепятся колеса тепловоза. Игорь Гаврилин 12 лет работает на этом станке. Приложил свою руку к изготовлению кубинской поставки. Просто много резьбы, много больше ответственности, точности. Тепловозы для железной дороги Куба отличаются от российских. Колея кубинских локомотивов уже нашей. Да и в целом задачи перед заводом стояли непростые. Им нужно было создать одновременно машину, впитавшую все традиции сервиса, но при этом с новыми техническими характеристиками. Мы с этой задачей успешно справились. Сотрудничество с Кубой началось более трех лет назад. Сейчас там работает полсотни российских тепловозов. К ним добавились еще семь машин. Это легкие модернизированные локомотивы мощностью 1200 лошадиных сил. Предназначены они для перевозки хозяйственных грузов Кубы. Особенность ее еще в том, что это все-таки субтропики, особенности климата. Это очень серьезная задача для инженерных служб нашей была. И я уверен и знаю, потому что это уже не первая партия, что мы с удовольствием и справились с этой задачей. И только положительные отзывы обратные от наших потребителей. Чтобы погрузить тепловоз для отправки, локомотив разделили на две части – ходовую и кузов. Уже на погрузочной площадке 100-тонный кран поднимает каждую из частей. После этого машину отправляют на трал, который повезет локомотив в дальний путь. Сначала 86-тонный тепловоз доставят в морской порт Ленинградской области. Оттуда по морю, в Роттердам, а затем в Гавану. На этом СТМ не останавливается. К широкой линейке продукции, которую серийно выпускает завод, также добавится локомотив на сжиженном природном газе. Тепловоз модульной конструкции ТЭМ-10 уже получил сертификат соответствия.